Юрий Матвиенко любит крутить педали с детства. Сначала объехал родной Харьков, теперь покоряет города России. А началось все еще в 2017 году. Тогда житель Кубинки решил доехать до Брестской крепости. Туда мужчину привели прочитанные рассказы про войну и мечта детства. Играя в войнушки в детстве, я всегда настаивал, чтобы мы защищали Брестскую крепость. Я представлял себя защитником, ее с пулеметом косил наступающих фашистов. Это были детские впечатления. Потом я закончил школу, вырос, поступил в военное училище, попал служить в воздушно-десантные войска. А потом была война. Только уже не в книгах, а в горячих точках. Боль от утраты друзей и уже не детское понимание того, какой ценой далась нам победа. Попытки пересмотра истории стали дополнительным стимулом. Юрий Матвиенко поехал по стране. 18-й год, Волгоград, 19-й, Прохоровка. И вот 20-й, Волгоград и далее Астрахань. И каждый раз в путь житель Кубинки отправлялся в преддверии 9 мая. В этом году не остановила даже пандемия. Юрий был готов к трудностям, но они его обошли стороной. Только один раз сотрудник ДПС остановил его, чтобы пожелать удачи. Тульская область довольно-таки холмистая. Калужская более так, пробнее. Опять же, да, как бы от дороги зависит. Вот. Ну, где-то средний пробег около 100-120 километров получается. Транспорт тоже не подвел, благодаря регулярному техобслуживанию. А вот состояние дорог иногда способствовало превращению велосипедиста в пешехода. Ставишь туда покрышки, которые именно для асфальта. Ну, у меня иногда бывает, что приходится ездить по грунту, по песку. Ну, тогда я его везу. Не он меня, я его несу, либо везу. День победы Юрий Матвиенко встретил на Мамаевом кургане. До окончания отпуска еще было время. Его он решил провести в Астрахани. Домой, в Кубинку, вернулся на поезде. Но долго отдыхать мужчина не собирается. Уже планирует поездку на следующий год. Скорее всего, это снова будет Брестская крепость. 80-ю годовщину – начало Великой Отечественной войны. Он хочет встретить именно там. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.